Приветствую вас. Начнем, пожалуй, с того, что вы не задаете никакого конкретного вопроса, что бы вы хотели, что бы вам было нужно именно от психологов, а вы высказываете некие свои предположения, да, то есть вы даже не предположения высказываете, вы описываете ситуацию, описываете историю. Далее у вас идет высказывание своего постулата, некой гипотезы, точнее, все-таки постулата, как все должно быть. После этого вы выражаете свою реакцию на данный постулат по факту, да, то есть вы просто вот высказываете, что вот это не работает. Вот так как я это вижу, да, это не работает, так как я хочу, чтобы это было не работало. Вот. И дальше вы спрашиваете, как быть. Вы знаете, если отвечать на ваш вопрос очень кратко, то я бы сказал так. Вам нужно отказаться от своего, условно говоря, постулата, который вы делаете. Потому что он, постулат, это искусственная настройка над тем, как на самом деле выстраиваются отношения. Это если вкратце. Если копнуть более глубже, более глубоко, то здесь я бы задал вопрос, как быть, чтобы что. Если вы хотите построить отношения с этим мужчиной, например, то это одно, если вы хотите именно отношения построить с мужчинами. Если речь идёт о разборе в себе, да, например, что это немножко другая история, то есть как бы разобраться в себе, вам безусловно нужно, вам безусловно. Необходимо. Вот. Но для этого нужен ваш запрос. То есть необходимо, чтобы вы этого хотели. Сами. Вот. Сами. Понимаете, да, о чём идти прежде. Дальше. С одной стороны. С одной стороны. С одной стороны. С другой 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 стороны. на контакт? Почему вы так нуждаетесь в этом, чтобы выйти с ним на контакт? Что вам хочется, чего вам хочется? Пожалуй, на этот вопрос в том числе вам необходимо ответить для себя хотя бы. Вы пишите, значит, как держаться и пристать делать первые шаги. Для этого необходимо разобрать субъективную сторону совершения этих самых первых шагов. О чем я говорю? То есть, что это у нас субъективная сторона? Что я вкладываю в эти первые шаги? Какая у меня цель первых шагов? Что я чувствую при совершении первых шагов? И так далее. Вот эти аспекты необходимо вам для себя прояснить. То есть, понимаете, в идеале, в идеале вам не нужно сдерживаться совсем. В идеале вам не нужно сдерживаться от слова вообще. Потому что любое сдерживание это, в общем-то, ну, достаточно негативная такая история. Поэтому именно сдерживаться, именно сдерживаться не нужно. Но вот правильно выражать, правильно выражать свои чувства и эмоции вполне себе. Вполне себе можно, нужно и даже обязательно. Для этого необходимо разобрать то, что вы хотите. Для этого необходимо понять, чего вы действительно хотите. Что скрывается за вот этой вот потребностью мужчине написать. Дальше. Статка такая. Мне 32 года сейчас не в отношениях. Юля, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но вполне возможно, что у вас уже были отношения и они у вас не сложились. То есть, отношения были, построить их не получилось. Что-то в этих отношениях вы делали неправильно, что-то в этих отношениях вы совершали деструктивно, какое-то ваше поведение приводило к разрыву. Это необходимо проанализировать, выявить повторяющиеся патерные поведения, то есть, повторяющиеся поступки и это откорректировать. Также необходимо понять, что вы хотите от отношений, что вы вкладываете в отношения, что, по-моему, они должны вам дать. Вот. Тоже очень важный момент. Вы пишите, что у вас нет бывших мужей. Очень интересная история, почему вы об этом вспомнили. Так же, как и про детей. Вы пишите, познакомился со мной мужчина 33-х лет. 100% не женат и не был женат, 100% нет детей. Опять же, не совсем понятно, почему вы делаете упор на то, что он был или не был женат. И непонятно, почему вы делаете упор на детей. То есть, ну, как бы, если есть дети, нет и нет детей, то есть, это, в некотором смысле, да, вообще, все равно. По идее, вам должно быть все равно. Но вам, получается, не все равно. Если я не ошибаюсь. Так какое же для вас значение имеет наличие бывших супругов и детей? Дальше, вы пишите, что он с вами познакомился, как это произошло, где это произошло, по поводу чего он познакомился, как завязалось ваше общение. Это очень важно тоже понимать. Вы пишите, это только начало общения, отношений еще нет. Нет, Юлия, отношения уже есть. И вот то, что вы эти отношения отрицаете, то, что вы обесцениваете, то, что сейчас происходит с вами, точнее, между вами, говорит о том, что в отношения лично для себя вы вкладываете что-то, что вам нужно. В противном случае, в противном случае, у вас бы никогда не возникло такой мысли, у вас никогда бы не возникло такой идеи, что я общение начала, а отношений уже нет. Еще нет, то есть общение есть, отношений нет, отношений нет. Это так не работает. Условно говоря, условно говоря, вместе с началом общения начинаются и отношения. Вопрос в том, какие это отношения. То есть это могут быть отношения дружеские, там, любовные, там, деловые и прочее, но отношения уже есть. Значит, тут вопрос такой, да, что вам нужно от отношений. Все супер, вообще не идеально, часами разговариваем на одной волне, внешне, судя по всему, тоже ему нравится, видно, как смотрит на меня, комплименты делает, то за руку возьмет, то приобнимет, но за 7 встреч он только один раз проявил инициативу. Все остальные 6 раз инициатива была с моей стороны, когда я не пишу, не звоню, от него ни слова, когда я пишу звоню, предлагаю встречу, соглашаюсь и во время встречи все окей. Но потом снова ни слуху, ни духу. Ну, смотрите, поскольку вы сами говорите, что отношений у вас нет еще, то я полагаю, что и ведете себя вы соответствующим образом, в смысле, что ведете вы себя так, как у вас отношений и нет. Опять же, я не очень понимаю, насколько качественно и явно вы выражаете свою симпатию, мужчина. Тут это очень похоже на то, что он не торопится с вами сближаться, опасаясь, что вы воспринимаете его, ну, как-то недостаточно, может быть, серьезно. Вот. Такая, может быть, история. И здесь, с одной стороны, необходимо вам скорректировать свое поведение по отношению к нему, то есть выразить свою симпатию. С другой стороны, выразить же свое видение мужчины, то есть сказать, что вам нравится активность мужчины, когда он управляет инициативой, т.д. и т.п. Ну, дайте это понять ненавязчиво и в виде там непрямой аналогии, скажем так. Если мужчина не дурак, он поймет то, что вы говорите. То есть вам надо показать ему свои намерения, прежде чем делать какие-то выводы. Вот. А дальше идет постулат. Юлия. Вы пишете, говорят, между людьми есть десять шагов, которые каждый должен сделать, каждый должен сделать свои пять, и если нет движения со стороны второго человека, то лучше забить и забыть. Так вот, Юлия, это кардинально, принципиально неверное решение, потому что не каждый человек может эти шаги сделать, и самое главное, что никто в отношениях никому ничего не должен. Получается, что если я, следуя вашей логике, если я захочу с человеком сблизиться, но, там, условно говоря, человек, допустим, мне симпатизирует, да, т.е. я ему нравлюсь, а он мне нет. Но, меня импонирует зимпатия. Все, что мне нужно сделать, это совершить через силу пять шагов. Все. Дальше все будет круто. Это так с меня работает. Люди поступают в отношениях, исходя из того, что они хотят, и как они хотят. То есть, если вы хотите проявлять инициативу, вы проявляете ее. Если вы не хотите проявлять инициативу, вы ее не проявляете. В данном случае, пошлое очевидно, что, вашим поведением руководит какая-то цель. Вы хотите от этого мужчины что-то для себя получить. Ну, возможно, того же самого, для чего вы хотите построить отношения. И, возможно, того же самого, что ваши отношения и разрушают. Раз 32 года вы не замужем, и у вас нет детей. Дальше. Значит так. Умом я понимаю, но настолько близкий человек по общению никогда такого не встречал. Вот хотелось бы, чтобы вы немножко раскрыли этот момент. Что-то, значит, близкий человек никогда такого не встречал. Что вы-то получаете, как бы, да, от этого? Что вы-то получаете от, ну, такого вот взаимодействия? Дальше, значит, так. Сложно сдержаться, не написать, не позвонить, чтобы что. Написать, чтобы что. Позвонить, чтобы что. Что, Юля, чтобы что, чего вы хотите. Дальше. Хотя я понимаю, что если бы он хотел, то уже объявился бы. Но это стереотипное в данном случае мышление, потому что, как бы, далеко не ко всем мужчинам оно относится. То есть, опять же, вам было бы идеально комфортно, если бы вы изначально действовали в отношении мужчины только так, как вам этого хотелось. То есть, вам захотелось для него что-то сделать, вы сделали. Вам не захотелось бы что-то сделать, вы не сделали, все, все довольны, все счастливы. Ну, вот так, я работаю. То есть, вы в отношениях уже, по принуждению вы в отношениях, уже, получается, себя принуждали, вы себя принуждали в отношениях что-то совершать. Вы себя принуждали в отношениях как-то поступать, чтобы что-то получить. Так, молчание весь день сегодня, еле держусь, чтобы не написать, не позвонить. Ну, опять же, тоже вопрос, да, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, позвонить, чтобы что, и написать, чтобы что. Также хотелось бы узнать, а вот вы говорите, весь день сегодня молчит, я еле сдерживаюсь, а у вас есть свои дела, там, ну, хобби какие-то, увлечения, желания, там, интересы, друзья, чтобы так вот мужчины-то увлеклись, особенно если учились, что, как вы говорите, у вас нет отношений. То есть, это, ну, как минимум, это, на мой взгляд, несколько, несколько, ну, странный момент, вы так не считаете? То есть, вы увлеклись, вы увлеклись мышиной, с которым у вас, как будто бы, еще нет отношений. Ну, так, может быть, может быть, уже все-таки отношения есть? Как вы считаете? Далее, идем. Так. Понимаюсь, навязываться постоянно тоже не вариант, но, опять же, если вы хотите что-то сделать, если вы хотите что-то для него сделать, а не для себя, сделайте, в этом нет ничего плохого. Если вы хотите что-то для себя сделать, это уже другая история, это уже другой аспект, это уже другой момент. Но, как бы, в этом нужно выбирать. Вот. Ну, и опять же, вы пишите, не знаю, как быть, да, как быть, чтобы что. Посоветуйте что-то, пожалуйста. Психологи не дают совета. Посоветовать вам может друг ваш. Посоветовать вам может, эм... Ну, как бы... Могут ваши знакомые, вам могут посоветовать. Но не психологи, понимаете. Психологи работают с проблемой, разбирают ее, помогают человеку лучше понять себя, и человек сам, сам решает, как ему поступать. То есть, грубо говоря, вы сейчас через чур сильно замотивированы на то, чтобы с этим мужчиной общаться. Ну, у вас, грубо говоря, есть вот чрезмерная мотивация с ним взаимодействовать. По-хорошему, по-хорошему, а вам, вот, мотивацию вашу нужно снизить, чтобы ее, условно говоря, было меньше. Вот. Чтобы ее было не так много, как вот, как сейчас. Вот. Понимаете? Для этого нужна работа. Работа с вами. Для этого нужно понять, что вы хотите. Для этого нужно разобраться с вашими желаниями. Вот. И с вашими чувствами. Которые, которые у вас, конечно же, есть. Вот. Такой, примерно, ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.